Два потопа за двое суток. Такая беда настигла жителей одной из квартир дома на улице Розрексембург. Жильцов на втором этаже затопили соседи сверху. О том, как это было и кто теперь будет возмещать ущерб, в рубрике «Срок ответа сегодня» расскажет Ирина Кривобокова. Основной поток воды с потолка остановили еще вчера, но глаза женщины до сих пор полны слез от тазики водой. Первый раз квартиру Корниловых затопило в минувшую субботу. Тут как полилось по стенам. Мы бежать на третий этаж стучать никто не открывает. Их дома нет. Аварийка через час приехала. Люди помогали здесь не то, что затапливало, а потом по стеклам текло на улицу. Все, вода прямо до колена. Соседи, что живут в квартире на третьем этаже, часто выпивают, говорят жильцы дома. Возмещать ущерб старикам они отказались, а сегодня и вовсе дверь никому не открывают. Открывай! Ты дома! Текло буквально отовсюду. С улицы видны потеки по окнам и по наружной стене дома. Большинство людей живут здесь давно, поэтому соседи в беде не оставили. Кто мог, все помогали. Здесь у нас, во-первых, свет пропал сразу. Воду выключили. Это вообще ужас какой-то. Ей плохо, скорую вызвали. У нее давление. Теперь Мария Васильевна подсчитывает убытки. Пенсионеры сделали ремонт всего год назад. Долго копили. Теперь в туалете и комнате обои намокли. Их придется менять. Испорченный весной потолок, под линолеумом тоже скопилась влага. Когда вода текла потоком в субботу, перегорел телевизор. За просушку дивана пенсионеры на днях заплатили больше двух тысяч рублей. Для них это ощутимые деньги. И вот вода с потолка снова хлынула накануне. Средобольный слесарь, не устранив неполадку, включил жильцам воду. Я слесарю говорю, почему включил? А я не знаю, она пришла ко мне и говорит, включите, воды нет. Я и включил. Ну, алкашка вот эта, третьего. Он и включил воду. Сотрудники обслуживающей компании «Золушка» сейчас ведут проверку. Мол, нужно достоверно установить, слесарь какой компании снова включил подачу воды в квартире сверху. В квартире водоснабжение восстановили, электроснабжение восстановили. Решается вопрос, кто виновен в данной ситуации. По факту компенсации, если будет какой-то вопрос по компенсации материального ущерба, то будем решать положительное.